Итак, всем привет, с вами Дубк, продолжаем играть за Пруссию в мод про 1700 год И в этой серии мы уже наконец-таки начнем расширять нашу территорию В прошлом мы поучаствовали в войне за испанское наследство Не сильно это нам как-то помогло, мы ничего не получили с этой войны Единственное, что мы получили, и я этому чему рад, это опыт генерала Видите, он уже неплохо перков подсобирал И плюс он уже потихоньку закачивается опытом Единственное, я могу поставить духи, я могу дать ему больше шансов На атаку, так что как получится, так у него и получится прокачаться Но он уже накачивается, и это приятно Ну и плюс, конечно же, наш Ридрих первый тоже прокачивается Тоже это очень неплохо Вот, мы готовим армию для пограничных инцидентов И будем сейчас воевать, поехали Кроме того, потихоньку будем, как я и говорил ранее Начинать качать морские технологии, я думаю, по две ячейки Ну да, две ячейки мы на это выделим Одной ячейкой будем здесь качать, другой здесь Потому что, видите, нам еще тонну все надо прокачать У нас буквально ничего не прокачано Абсолютно не готовы к этому Ну что ж, давайте начнем с Люнинбурга И сразу выиграли? Там не было войск или что? Это было странно Странно Давайте Броншвейк Я предполагаю, что у них просто нет войск Но это все равно выглядит странно, честно говоря Кстати, нам стоит точно сделать отдельный шаблон Для наших гарнизонов И просто пехоткой, да Ну чтобы наши обычные Не тратить на это дивизии Ведь это будет намного дешевле для нас Давайте так вот и будем заполнять наши гарнизоны И поставим сюда что? Наверное, вот этого парня Ну я думаю, да Хотя давайте, давайте секретную полицию попробуем Все-таки подержать Вот так мы сделаем Отлично Конечно же, максимальный приоритет Окей, у нас он и так уже стоит отлично Ну и смотрите, у нас реально Готовились парни к этому конфликту Видите, вы создавались Видимо там нету дивизии на то, чтобы создать конфликт И из-за этого уже просто ничего не происходит Ну, видимо Я не вижу других вариантов Вот, да, здесь, видите Произошел И сейчас мы ждем их дивизии Они просто не успевают заринфорсить Здесь окей Здесь у них были дивизии, но они не успели заринфорсить Это как раз какая-то проблема Из-за того, что нету радио Всего 2%, но это очень-очень уж мало Слишком И что у нас остается? Любек, Гамбург Поехали туда И я не вижу, у них тоже дивизии на самом деле Давайте Гамбург, да А, Мекленбург А, видите, для Любека надо захватить Мекленбург А тут Австрия за него вступится Австрия в союзе с Францией и Англией Мне это не нравится абсолютно Но я ничего не могу с этим сделать, наверное Ну, судя по всему, да О, Англия объявила войну Южный Южным Нидерландом Любопытно Мы буквально недавно Закончили воевать Кстати говоря, колонизацию мы открыли Давайте-ка Переходить колонизировать Асию можем В Четверток или Африку Давайте начнем с Африки Пожаролы, почему бы нет А здесь мы начнем с Стройки конвоев Здесь у нас есть корабли О, господи, как же их тут много Вот видите, вот эти вот есть Ага, я понял У нас есть Баттлшипы, есть Шипы в зелайны Типа Линкоры Линкоры Крейсеры Тяжелые крейсеры Легкие крейсеры Эсминцы И подлодки Видимо, вот так вот это все Распределяется И Южные Нидерланды Аннексировались в Францию И Франция делает КБ на Нидерланды Они просто делают КБ вот так вот Ничего себе А вот и Швеция собирает войну Уже с Данией Норвегии Кстати говоря Нам бы этот момент Вот мы сейчас получим этот фокус отличный И потребовать у Швеции Нашу территорию Вот эти вот Да Пускай возвращает нам В Германию Возвращаясь кучках Она никогда у нас не была Но Как мы себя считаем Обидительным Германией Метопуска возвращает И Швеция согласилась Наше требование Дала нам И Померане И вот эти территории Отличных Все говоря Мы получили Плюс отношения Со Швецией Забавно Кстати говоря А поддержать На Швецию В этой войне Не так что и плохо Мы можем Все получить Польские территории Вопрос только Сколько Реально Эти территории Будет взять Да Смотрите Мы можем Потребовать Сначала Силезию Давайте так и сделаем Сначала Силезию У Австрии Если мы Почувствуем себя Так сказать Сильными А мы почувствуем себя Сильными Я это говорю С точки зрения Так сказать Какого-то политического РП Не знаю Да Мы получили От Швеции Территорию От Австрии Сможем отбить Территорию И уже сможем Повыбивать В принципе И с Речью Посполитой России Наша держава Думаю Для этого Таким образом Может считаться Сстаточно сильной Вообще У нас огромное Количество Военных заводов Взять наших Вот этих Последних Монархов Там Как будто Столько же Как у нас Тиро меньше Вот Давайте Поэтому Отправляем Нашу Кавалерию Вот сюда Будем сейчас Делать пограничные Конфликты Прекращаем Обучаться Точнее Как Давайте Вот эти Дивизии Лада Я не знаю Может здесь Кто-то Не тот Случайно Сюда Отправиться На пограничный Конфликт Но все же О Можно Интегрировать Территория То есть Одни Минус Одна Стабильность А потом Горим Территорию Давайте Конечно А вот Это Кстати Горя Сразу Вообще Получили Скорку Прекрасно Меня Это Прям Ультра Радует Давайте Сразу Там Военные Воды И строить В Соте Времени Объявляет Войну С собой Блин Я все Жду Когда Распадется Этот Самый Союз Между Австрией Францией Ну и Англией Мне бы не Хотелось Как минимум С Англией Если Австрия Франция Мне окей В Англию Просто Я потом Хрен Высажусь Здесь же Нету Авиации Здесь Нельзя Вытопить Вражеский Флот Тебе Обязательно Нужно Иметь Флот Так что Ну Мне нужно Чтобы Этот Союз Распался И Не знаю Реально Лето Вообще Как Этот Союз Образовался Тоже Хороший Вопрос Собственно Говоря В том Случа У нас Есть Возможность С Силезию Повоевать Да Видите Как я и говорил Не совсем Те войска Которые Я Жидал Пошли Сюда Но Все Еще Достаточно Сильные Чтобы Я думаю Победить Австрийский Даже Блин Нет Даже С дебафами Нет Давайте Срочно Уведем Вот эти Войска Отсюда Блин А чё ж Через реку Атакует Вот отсюда Не отсюда Блин Это очень Неприятно Ну да Вот мы Проиграли Ну А что А что вы Ожидали Через реку Атакуете Когда рядом Есть Не река Что это За Идиотская Вещь Это за Идиотская Атака Смотрите А мы Теперь Не можем До Атаковать Без Этого Нет Можем Верхняя Силезия А нет Мне нужно Захватить Территорию Чтобы Атаковать Дальше Давайте Наверное Откатимся Потому что Я не верю Что он Снова Появится А вот Тут Еще Османы Повоевали С Венецией И захватили Венецию И помню Что там Австрия Воевала Почему-то Австрия О Территорию Передались Все-таки Скрипты Кита Проходят Да Добровольство Говоря В Швецию Османы Отправили Так вот Я подумал Наверное давайте не откатываться Все-таки Дождемся Возможно Снова Появится Решение Потому что Если нет То это Странно Будет Ой Смотрите-ка Веча Посполита Решила Дать нам Территорию Без боя Видимо Потому что Она все еще В войне Это Отлично Давайте-ка Панк Германская Риторика Да Поехали Только Нам бы Снова А ну Вот смотрите Мы можем Снова Здесь Появить Я сюда Только Кавалерий Привел Давайте-ка Нашу армию Подразбросаем Вот таким Вот образом Точно Чтоб Сейчас Никто Здесь Не был Отлично Ну все Ну не Должен Никого Другого Брать Давайте Вот это Другое Дело Дело Смотрите Скобочках Нет Без Скобочек Нет Скобочках Все еще Мы через реку Атакуем Господи Они не Заринфорсили Ну вот эти конфликты Пограничные Работают Как обычно Абсолютно криво Абсолютно криво Мы кстати говоря Можем интегрировать Еще территорию Вот эти вот Нужно 50 комплайнса Там Я понял Ага Ага Но пока что Мы Там имеем Очень-очень мало Окей Давайте сразу сюда Посмотрим Что здесь по снабжению Так себе Все по снабжению Очень По простой причине У нас Здесь нету На самом деле Железной дороги Давайте как-нибудь Вот так ее проведем Пожалуй И я бы еще Обще сюда Провел Дорогу Железную Тоже Как-то так У нас здесь Нету Железной дороги Дальше Позьмем Кстати говоря Мы Приобретаем Очертания Германии Которая Должна быть В будущем Да Уже такая Пруссия Солидная Солидная Я бы сказал Вот такие Железные дороги Нам пригодятся Но конечно же В первую очередь Пускай вот эти Построятся Надо какие-то Будет прикладывать Их здесь Пока что Очень мало Ну и давайте Сразу же За верхнюю Силезию Еще одну Повоим Только пожалуйста Вот они Вот отсюда Ходят за речку Чтобы атаковать Через реку Ладно все равно Они очень сильные Поэтому они пробиваются Это кавалерия Кавалерия здесь Много сильнее пехоты Так что мы Не имеем проблем Но Неприятно Все равно тот факт Что они атакуют Реально через реку Все говорят Назначался генерал Хороший И это очень удачно Что именно он Получает весь этот опыт Осталось Катовица нам захватить Давайте Здесь А здесь Железную дорогу Нету Или есть Есть Хорошо Бам Катавица Здесь уже нету Никаких Проблем С реками Их войска Просто растворяются Об наши Отлично Победа В Катавица Ильбек Но это нужно иметь Мекленбург Мекленбург Как я уже говорил Имеет гарантию От Австрии Сейчас вообще В Альянс Австрии зашел Ну и что Я же не буду Я же не сумасшедший Чтобы с Австрией И с Францией И с Англией Воевать сейчас Нет конечно Конечно как Мы могли бы Мы могли бы Но в Англию Мы не высадимся Следовательно Но это не интересно нам Получим Кстати говоря Сейчас кучу клаймов И Дальше Я так понимаю Мы должны В основном Сами руками воевать Делать КБ И потом нападать И вот здесь Опять же Есть некоторые Проблемы Вообще Вообще Мы можем В принципе Напасть на Саксонию И вступить в войну Вот с этими Всеми ребятами Мы Их Выдержим Давайте так и сделаем Пожалуй Так Квадер Кстати говоря У нас Где здесь Отдельная Армия Отдельная Пусть 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 Очень сильно Выросла И готова Прыгаться В Польшу Что-то мне эти Баттлпланы Напоминают Из будущего Ну Он хотя бы Он хотя бы Качался С пирками Побыстрее Давайте Кавалерия Сюда Нужно нам На самом деле Еще немножко Кавалерии И еще Немножко Пехоты Можно конечно Просу чуть С других Фронтов Брать Но я бы Почел Еще Натренировать На самом деле Людей И Как я И говорил Нам теперь Здесь очень Нужны Железные Дороги Во-первых Чтобы снабжение Пускать Во-вторых Чтобы Вы искаете Потом быстро Перебрасывать Туда-сюда Так что Чуть Надо Подстроить Плюс Построить Здесь Снабжение Домики Вот эти Снабжения Давайте Этим Сейчас И займемся Всего Лишь За 52 Дня Они Построятся Ну Один Каждый 52 Дня Это Мы Можем Пережить Так что Давайте Застраиваться А более того Нам на самом деле Они не сильно То и нужны Были У меня Просто В новых Армиях Не было Моторизации И Обязательно Надо Их Дообучать Чтобы Иметь Прям максимум Качество В битвах Сверхозавитель Еще один Баг Видимо Видите Здесь Одно и то же Время Опережения 1141 141 А здесь Нет То есть Здесь Видимо Неправильный Год Поставим Исследования Таких Мелчей В этом Моде Много Но Общая Стилистика Все равно Мне нравится И так Есть у нас Релизом И кровью Можем Мы Предложить Федерацию Давайте Будет Честным Я думаю Если мы Сможем Это сделать После Одной Большой Войны Какой-нибудь Вот этой Как раз таки Подойдет На мой взгляд Мы Как бы Покажем Себя Что мы Достаточно Сильны И еще Честно говоря Было бы Справедливо Перед этим Победить Австрию Потому что Австрия Тоже имеет Какие Так сказать Права На Объединение Германии Скоря Франция Там Захватывает Очень неплохо Территорий Это С одной С другой Сороны Надо Нажимать Пока Франция Еще Не Позахватывала И Как бы Где же Справедливый Баланс Да Вот Кстати говоря Эти Эти фокусы Еще дополнительные На шведские земли Короче Что мы Идем Куда Вот сюда Давайте Выйдем Сейчас В бонусы Кавалерии И Будем Начинать Войну С Альянсом Вот этим Вот А тем Времени Австрия Била войну Османам Очень Большая Война Я не уверен Насколько Османы Слабые Мне кажется Они должны Все-таки Иметь Какую-то Более-менее Армию Хотя Здесь Конечно Дебафы Есть Неприятные Ну Посмотрим Что-то Как будет Пока что Да Османов Громят Османов Громят Я бы сказал Солидно Что момент Это не такое Что я хорош Чтобы атаковать Австрию Но опять же Мы знаем Кого мы атакуем Сейчас Это Польша Наша армия Здесь готова Давайте проверим Кроме этих территорий Здесь никого на западе нету Так что мы их захватим И затем будем уже двигаться на восток Но это в следующей серии А это подошла к концу Мы все немецкие земли подзахватили Подготовили наши армии полностью О Австрии Чуть-чуть отжали Территорию Как раз таки Селесские Вот эти войны Провели Хотелось бы мне нажать Вот эту кнопку Но надо Миклимбург захватить А здесь есть гарантия Уже не гарантия Альянс От Астрии Следовательно Ну я не могу вступать В войну с Австрией И со всем этим блоком Только из одного Миклимбурга Вот Так что ребят С вами был Лукайп Подписывайтесь на канал Лайк и комментарий Все как обычно И до скорых встреч Пока Субтитры подогнали Симон